Всем привет дорогие зрители! Сегодня мы находимся в село Лепсе Читасуйского области и тут будет проходить с 15 по 18 число огромнейшая выставка для животноводов. Погода просто супер! Лепсе 2023. Организует исповеканская палата Ангус Казахстан и ПК Жирсу. Знаете, тут будет огромная выставка, приуроченная ко дню животноводов. Ну и помимо этого очень много развлекательных мероприятий, развлекательного контента. Смотри, как интересно! Вот только машины заезжают, а тут уже такой разбитый большой палаточный кэмп. Все зазывают себе покупать холодные пинетки, шашлыки, козжи и так далее. А вот и сами виновники торжества. Тут выставлены разные породы. Учитывая концентрация предпринимателей, в ближайшие два дня на этом мероприятии будут заключены контракты не меньше, чем на пару миллионов долларов. Тем более приезжают делегаты с Великобритании, с Беларуси, с России, США, из Канады и из Китая. Вот мы находимся в крытом павильоне. Здесь собралась только часть всех участников. Выступают разного рода спикеры. То есть только что закончил выступление господин Ходжиназаров, ныне депутат в квартире республика. Но, как он говорит, в первую очередь я фермер. Человек из загородного сектора. Само по себе мероприятие классное. Почему? Потому что, посмотрите, какая природа. Посмотрите, какие горы. Как можно здесь не классно? Даже мне понравилось, как мы сидели только что на сене, в траве. И само выступление такое очень интересное, колоритное. Очень колоритно проходит. Я очень соскучился по полям. У меня уже надоели кабинеты, костюмы, галстуки. И вот так вот как-то более-менее неформальную одежду переодеться, походить, увидеть коллег. Как может проходить? Конечно же, отлично. Настроение супер. My name is William Morris. I'm from the state of Virginia in the United States of America. It's my pleasure to be back here again for this beautiful event for the second year in a row. When sorting through the rams and determining which ones are better than others, we look at their structural correctness first, how good they are, how sound they are on their feet and legs. We look at how much muscle that they have. And we look just in overall general prettiness of the animal. Your country is gorgeous. Your people are so extremely hospital to us. They go out of their way to make us feel better than what we do sometimes when we're at home. But just a great time. I appreciate it again for this chance. And hopefully we'll have the opportunity to come back sometime in the future. Вот и закончился наш сыдный обед. Мы сюда пришли, потому что было объявлено о проводении конкурса на лучшего барана. Ну вот, как видите, вовсю идет отбор на лучшего барана. Получается из вольеров, предварительно говоря, с какого хозяйства и сколько вес заводят вот сюда одного баранчика. Его осматривают судьи. Некоторые из них отлавливают и отдельно смотрят, допустим, ротовую полосу. Завтра ожидается около 15 тысяч посетителей. Если сегодня их было около тысячи, сегодня такая больше нишевая тусовка, то завтра здесь будут и национальные виды спорта, и байга. И кокпар, и борьба, и так далее и тому подобное. Будет очень много людей, очень много зевак. Ну а сейчас, завершением этого дня, мы идем на дегустацию стейков. Поехали. 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 Ну а сегодня, на второй день, мы можем лицезреть. На Второй день мы можем лицезреть. Поехали. традиционный для тюрских народов вид конной скачки Байге по пересеченной местности. Знаете, в принципе, бывают разные разновидности. Бывает, когда просто всадники с другом конкурируют, а бывает, когда одного всадника отправляют первым, дают ему какое-то время поскакать, и остальные должны его преследовать. Казалось бы, немного несправедливо, но прикол в том, что Байге он больше работает на тактический гении всадника, так как именно это скачки по пересеченной местности. Ты должен понимать, как связать углы, как лучше обходить, как лучше, допустим, вести своего коня, скажем так, или свою лошадь. Ну что можно сказать? Вот настоящий мужской контент. Тут у нас идет Байге, здесь у нас идет соревнование по Казахаку Рес. Выступают, в принципе, представители области, представители КХ, а даже представители палаты Ангус и Акбас. Ну а сейчас проходит традиционно для этого мероприятие аукцион Мала Рогатого Скота МРС. 900 000, will you give 900 000, ask it, 900 000? 900 000 е стартовая цена за этих восхитительных баранов, челного Акаса, которые приехали за Алаколе Агро. Yes! Номер один взял первую ставку, 900 000 е за эти 6 баранов, чтобы... Yes! Так, а сейчас прямо позади меня проходит конкурс по званию лучшего быка по разным породам. Участвуют Ангус, Акбас белоголовые, очень редкая порода Санта Гертруда и Герри Форд. Судьи оценивают по разным категориям. Получается, в том числе, по возрасту, сколько весит ребенок при рождении, сколько он смог набрать. И абсолютным чемпионом мероприятия Лепсы 2023 по всем породам, Ангус, Герри Форд и Акбас, становится бык по кличке. Дон Жуан из ПК Алжа Агро. Ну вот и закончилось Лепсы 2023. Было очень интересно, живо, отличная шоу-программа. Успели и вкусно поесть, успели и посмотреть на животных, на чемпионов, увидеть аукцион, который проводился. Было очень солнечно, живо, зелено. Думаю, в следующем году организаторы постараются еще лучше и сделают еще более, скажем так, красочную, интересную программу. Поэтому мы обязательно там будем. Субтитры сделал DimaTorzok